вас приветствует канал мошенники аферисты фарма зоны дагой чё там наговаривать то не хочу на форекс скучно сидишь не буду на случай получится или нет но довольно таки неплохо открыли бы несколько сделок под нашим конец уже сопровождением посмотрели как это все дело работает понравится потом уже обсудили возможность развития в дальнейшем инвестиции и так далее на направлении не понравится забираете свои деньги мы на этом за и прощаемся то что вы не потеряете деньги я уверен более чем да потому что наши специалисты будут давать вам исключительно хорошие сделки для того чтобы вы зарабатывали это потому что вы их об этом попросите или они вообще всем дают только исключительно хорошие ну давайте попробуем давайте да нет это же древнее мамонтов приложение но я понимаю что скайп для мамонтов но понимаете такая ситуация да то что скайпе есть демонстрация экрана которую очень удобно использовать для того чтобы вас обучать ну и мне было бы проще если бы мы с вами все сделали сейчас а как как вы будете меня обучать как что я буду демонстрировать экран как 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 вы будете учиться да сколько демонстрации экрана да то есть вас специалист будет вам показывать как нужно правильно проводить анализ рынка как работают уровни поддержки сопротивления то есть будет торговать при вас в реальном времени да то есть для того чтобы вас обучать а я буду смотреть а я буду смотреть естественно ну хорошо давайте да попробуем давайте обязательно найдете только вопрос по какому сейчас я сейчас регистрируюсь я регистрируюсь ну попробую да они там какие-то ругательные skype и стали последнее время они хотят меня регистрировать на нужные мне номера я еще я еще не не за это может у меня все получится сейчас нам повисите немножко а затем они будут не помогать зачем они будут не помогать две головы лучше это только для змея горыныча они следят за всем рынком потом эту информацию отдают аналитикам аналитики уже отрабатывают эту информацию конкретно под вас под каждого клиента и предоставляют вам уже по факту готовую сделку но помимо того что они вам говорят что вот сейчас можно не купить они еще вам не объясняют как они пришли к такому заключению всеми подряд и фундаментальными техническим и гаечку на нитке спрашиваю все что использую конечно конечно то есть по факту мы будем с вами в одной лодке да еще и в подводной ну да так что-то мне не хочет собака а что пишет мне просто не присылает смс смс не приходит ну смотрите мы можем сделать так могу я попробовать создать там скайп просто доступ и прислать нам потом ну логин и пароль мне так не годится ну тоже думаю что это не самая лучшая идея ну попробуйте потому что скайп нужен по любому на другой номер телефона возможно или может быть такое что у вас смс не приходится в время телефонного разговора ну у меня вай фай должны приходить не поняли вай фай тут ни при чем почему смс приходит не через интернет она приходит по мобильной сети иногда бывает такое что если мобильная сеть занята да так у вас же собственно говоря вы же через айпи пипи телефонию звоните ну да ну так вы то не через gprs не gsm вы используете ну я же говорю может не приходить потому что со мной общаются давайте сделаем так я сейчас отключусь вот и я и в ватсап к вам добавлю и перезвоню там через несколько минут ну или вы просто куда вы добавитесь у меня ватсап а ватсап ватсап ну попробуйте да хорошо ну вы на всякий случай не это не отключайтесь мне кажется я сейчас его приболтаю ага хорошо все тогда я отключаюсь добавляюсь к вам ватсапе а вы пока что пробуйте скайп скачать окей ну да все договорились договорились не отключайтесь хорошо я отключаюсь охи так нажимаем на паузу ждем пока этот лопух проснется поставить скайп не могу понимаете мне не приходит смс я уже крутил мутил как хочешь не приходит и все а на другой номер телефона так у меня нету другого один да у вас смотрите вы можете создать скайп по электронной почте там номер телефона не нужен будет сейчас гляну так а вы мне звоните что то я не могу понять на какой вы мне номер звоните я вам звоню на 3523 в конце ага понял так сейчас тогда сейчас секундочку сейчас секундочку у вас ватсап на этом номере телефона или нет? нет у меня ватсап вообще на том номере телефона который был непонятно когда сделан у меня уже это даже я посмотрел у меня даже этой карточки уже нету так сейчас как мне поменять то ага все вижу хорошо что вы мне сказали а то я мог бы и без аккаунта остаться да просто понимаете я пытаюсь вас найти по этому номеру телефона а оно не находит я думаю так ну вроде бы что и я вроде бы думаю не не вайса да ну а то да меня много кто пытается найти но вам сейчас сейчас вот будет сейчас секундочку так сейчас мне смс придет ватсап надеюсь так плохо себя не ведет как скайп слушайте а зачем нам нужен этот скайп ну если я смотрю если оно еще и так по глупому в любом случае понадобится для того чтобы со своим специалистом общаться такие же ватсап вот вы же добавились на ватсап ну пусть и специалист добавится демонстрации нет демонстрации нет ватсапе да ну что мы советская власть закончилась какие демонстрации нет ну смотрите я понимаю что ватсап это было бы и удобней но если это маленькое но опять же все упирается в демонстрацию экрана можно использовать анидеск но анидеск он не такой удобный анидеск это же доступ к своему телефону надо давать я не дам ну вот а нам такого не надо то есть доступ к вашим данным к вашему телефону но нас это не интересует а скайп как раз самое то то есть демонстрацию включили и экран показали ну хорошо сейчас я попробую через как там откатиться назад получается да ну сейчас указать да так дату рождения сейчас сейчас секундочку секундочку так назад я не вижу где там залезть а может все-таки как-то другие программы ну что скайп такая старая программа ему в обед сто лет будет и что ни одна другая программа не поддерживает да 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 согласился я на 150 закинуть да 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 что замолчали продолжайте специалист какой-то пропал только пошел интересный разговор это вы микрофончик забыли отключить да а теперь не забыли это вы так вот такую оплошность допустили микрофончик не отключили да ну как то так общались там с вашими коллегами а я все слышал забыли микрофон отключить ну как так а в этом так крылья аж быки краснели день такой я понял да 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 я понял нет не переживать по этому поводу я иногда бываю так если есть очень сильно выигрыш, я смогу кому то рассказать и могу кому то рассказать ну да да это Тинькоффła инвестиция да-нобще色 что говорите? но ничего ничего так хорошо then бескайп сделали себя? сейчас вот а о все есть использовать существующие адрес электронной почты все использую создание пароля пароль создаем да конечно когда-то было но я уже не помню да стараюсь стараюсь наверное из всего мира у меня и у Майкла Джексона будет скайп тогда я думаю у меня проблем не будет с тем чтобы я вас нашел по электронной почте правильно в скайпе? ну наверное не будет так сейчас вот да служба технической поддержки так проверка код есть тут работает что это Майкрософт мне не хотел коды 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 высылать ну вы видите оно как-то через раз скайп ну он работает хорошо мне нравится как скайп работает в принципе тихо да ну он старенький да ну знаете как говорится лучше надежное старое чем непонятное новое это первый принцип старообрядцев совершенно с вами согласен ну вот ну и плюс скайпа там просто идет двойное шифрование данных двойное? да а он потом хоть и расшифровывают сам или запутывается я просто знаю что его хакнуть тяжелее хакнуть тяжелее я понял что тяжелее даже чем телеграм да телеграм в принципе не особо надежный не не особо пару месяцев назад телеграм там практически взломали я не помню кто там что была какая-то утечка информации или что-то в этом роде но я особо не вникал в эти подробности все я в скайпе ну вот я в хапре зашли в скайп да? да так отлично теперь смотрите мне нужно чтобы вы мне продиктовали как вы подписаны в скайпе или хотя бы сказали там почту или номер телефона на который вы регистрации тоже на почту продиктовать ну давайте почту почту диктуете р о м м так сейчас секунду так р о м м р е в р е в когда был или как птичка? моно не не как одна птичка как одна собака сволочь извините увлекся gmail.com да да так смотрите вот я вам отправил смайлик сейчас гляну а да какой-то Игорь Князев это вы Игорь Князев да это я а вы же вроде бы представились с самого начала у вас фамилия Грязев нет Князев моя фамилия ну все я вам ответил так так вижу хорошо теперь смотрите давайте сделаем так вы мне сориентируйте вы когда-нибудь через криптовалюту еще открывали? да нет я ее боюсь я понял тогда я вам помогу потому что на международный рынок сейчас можно только через блокчейн выйти так а зачем мне международный у меня тенек есть вы знаете что такое блокчейн да вообще я не 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 хочу я через криптовалюту а куда это через криптовалюту через тезер нам нужно купить с вами виртуальный доллар сначала так а зачем мне международный рынок для чего он мне нужен ну у меня давайте альфа форекс то что альфа форекс имеет ввиду я тоже имею ввиду есть форекс компания российская которая может через альфа банк заводить заводить туда средства ну хорошо давайте сделаем таким образом тогда я познакомлю вас с нашими специалистами ну да ну хорошо хорошо тогда дайте мне одну минуточку я сейчас на экспертный отдел отправлю запрос я узнаю если это свободно специалистов да хорошо давайте да 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 хорошо только если будете сегодня звонить то ну звоните не затягивайте если как-нибудь как-нибудь другой момент сейчас дайте мне минутку и мне сейчас ответят я сейчас запрос сейчас просто отправлю хорошо 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 пока буквально пару минут да хорошо да 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 давайте сейчас как вы знаете как демонстрацию экрана включать в принципе в этом скайпе ну там просто на кнопку нажать никаких заклинаний читать не нужно думаю разберусь иногда иногда бывает такое что нужно заклинания почитать поняли для того чтобы сработала демонстрация давайте сделаем как я вас сейчас скайпе наберу мы с вами проверим демонстрация включится и тогда уже покажу как это все дело работает чтобы вы знали на момент знакомых со специалистом мне ответят кто будет а мне это зачем мне это зачем включать демонстрацию я же ничего не буду показывать чтобы вы знали как в дальнейшем возможно вам специалист захочется отправить допустим фиршот каких-то сделок и показать так чтобы вы видели и он видели одно и то же я покажу на примере твоего скайпа как это будет выглядеть чтобы вы знали понимали как будет специалист видеть как будете вы видеть чтобы это все работало так я думаю что там все работает и уж хакнуть сложно за демонстрацию экрана и за то время мне как раз ответят кто с вами сможет пообщаться сейчас окей ну хорошо ладно все набираю вас алё так так у меня тут у меня уже время позднее я сейчас что-то там почитаю киношку посмотрю и спать буду ну хорошо да 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 хорошо я понял да 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 покажите мне экранчик свой да ничего не видно а где вы показываете покажите мне эти кнопочки skype вски покажите мне где ну которая вы нажимаете чтобы меня экран я ваш увидел где они да вижу красивый таким образом то есть вас специалист вам будет также показывать только будет не инвестинга будет своя площадка но и вместе также будете изучать для того чтобы разбираться дальнейшем рынке в торговле так далее когда будет вам объяснять как он пришел к заключению к тому чтобы открыть там ту или иную сделку поняли простите он сидевшие что ли он отсидевшие у вас кто ну вот этот который со мной будет работать но вы сказали о том что когда вот тут вы освободиться и заключение он мне покажет как он как он освободился за крючок про заключение мне рассказывали что-то такое непонятное у меня очень строгие условия мне пожалуйста бывших зеков сюда не давайте я понимаю чуть его может быть снята судимость я понимаю семён семёныч понятно ну все ладно ну хорошо там нету чё вам демонстрировать не на экране ничего не ну пожалуйста так я понял ну я нажимаю она туда на что-то не нажимается кнопка неактивная да я вижу кнопка неактивная но я раза четыре уже нажал метод skype сразу не нравился а вы скачали skype обычный или skype light нет но обычный какой появился там такой скачал просто skype скачал без без вайта всякого ну вот я еще нажимаю а демонстрация экрана написано но кнопка не работает добавить людей начать запись создание снимка экрана демонстрация экрана демонстрация экрана я уже несколько раз нажимал но она не могу сейчас секунду на андроиде довольно часто бывает такая проблема на бывает довольно часто так сейчас мне тут надо установить справку по это приложение для скриншотов тут целое дело а как мне делать скриншот что-то очень быстро сказали что вы сказали говорю да да если у вас телефон на андроиде вам вот кнопочку то что вы телефон выключаете и клавишу громкости вниз нужно одновременно нажать секундочку секундочку так вот что-то мигнуло да сейчас надо где-то его еще найти видите одни проблемы из этого skype но зато потом дальнейшем этот skype будет довольно полезен когда вы будете общаться с вашим специалистом он поможет и в инвестициях и там куда вы будете вкладывать деньги так как вы будете сделки открывать это ли смог приглядывать чтобы не допустили ошибку а то знаете всякое бывает это , они там и все и приехали не все их она запятую в принципе поставить сложно правильно да только skype нам это может помочь нету skype нету party так а где вы у меня тут ватсапе куда я вам пришлю или вам в чат skype скайпе в чат я ношу ну сейчас ладно так и не нашли вы меня ватсапе сейчас я вам скайпе сброшу так как отсюда мне а вот тут чат чат сообщение сообщение так мультимедия ну вот есть кнопка все ловите ловить так сейчас секунду открываю так смотрите на демонстрация экрана вот у вас серенькая кнопочка справа ну я же не спорю вот на нее нажимаете и все я же вам сказал что я несколько раз на нее нажимал она неактивна я раз 7 на нее ну давайте еще нажму так давайте сделаем как я сейчас отключусь мне кажется вот посмотрите вот послушайте меня вот помяните мое слово это skype собака глючит он мне эсэмэски не присылает должен же присылать не присылает зажал эсэмэску бесплатную к тому же то кнопки у него неактивные это уже старая это еще тутанхамон рамзесу поэтому skype звонил нафига он нужен найдите себе нормальное какое-то приложение чтобы оно не сбоило я бы с удовольствием в этот момент решил бы да то есть понимаете рекламент компании есть рекламент компании да кто его устанавливает вы же вы же хозяева жизни в этой компании кто вам устанавливает у вас так над вами так издевается совершите революцию майдан там компании совершите повыгоняйте всех кто над вами издевается и делает вам такие дурацкие скрипты хорошо тогда дайте одну минуту банду гейт банду гейт да 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 хорошо свистите он поможет сейчас все сделать да все хорошо да сейчас дайте одну минуту да 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 но пасаран алло геннадий здравствуйте ой как у вас голос поменялся алло а это уже девушка какая-то да геннадий я представлюсь меня зовут Камила я являюсь техническим специалистом мне тут подсказали что вам нужно помочь настроить демонстрацию экрана правильно ну вот смотрите я сбросил скрин то есть у меня в принципе есть вот разрешить входящий так давайте как вы меня слушаете и мы с вами делаем все что нужно за 2 минуты окей а сейчас что на экране геннадий мне много что на экране как вас зовут что видите еще раз как вас зовут Камила у меня много что на экране Камила вот перечислите что видите ИКТТ разрешить входящее видео нажимайте один раз по экрану вот у вас снизу вы нажали на 3 точки правильно и теперь у вас есть кнопочка демонстрация экрана там снизу квадратик и стрелочка наверх ну да в нижнем правом углу правильно ну есть есть Камила нажимайте на нее я на нее уже восемь раз нажимал ну хорошо нажму сейчас а теперь давайте нажимайте сейчас вы получите 100% ну что появляется 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 ничего не появляется она неактивна у меня у меня пропадает пропадает сейчас все включая вот три точки пропадают мне только два кружка остается и К и ТТ больше ничего не нет ну а ну-ка еще раз нажимайте на три точки ну нажимаю вы слышите вам вот вам слышно как я по экрану буквально луплю не не смотришь на как вы по экрану нажимаете оно не появляется да демонстрация экрана не да она неактивна можно телефон перегрузить перезагрузить ну давайте я телефон перезагружу давайте не телефон вам не нужно перезагружать вам нужно просто вот у вас снизу на панели есть три кнопки круг квадрат там или же вот есть в самом низу по центру нету по центру не имеют только справок три кнопки а на телефоне у вас есть какая-то кнопка физическая а нет у меня сенсор ну что 21 вид вот знаете когда вы открываете виджеты то есть все вкладки которые у вас открыты то есть вы хотите сказать что мне надо из вот тех программ которые сейчас в фоне у меня работает мне надо выщелкнуть skype вы это хотите сказать я вам немножко помогаю да вам получается нужно skype вы еще да хорошо и перезвонить мне ну окей да хорошо да да вы выщелкиваете и перезваниваете да сейчас сейчас все сделаю сейчас побесим их немножко не буду звонить подождем пока они сами перезвонят на лёш послушайте камила до посольстве карина там у меня что-то они не с этим со скайпом не то потому что я к вам сейчас дозвонился только на на раза четвертого я буквально луплю пальцами так у меня не исходящий не не получался я лупил пальцами как заяц по пеньку ну вот опять демонстрация экрана и опять я нажимаю ничего не происходит по ней а у вас скажите мне геннадий у вас сейчас фон там где ваши буквы тт и к он чёрный или синий серый ну чёрный чёрный серый да чёрный да значит тот skype у вас Я же сбросил вам скриншот. Посмотрите, я там вам в чате скриншот сбросил. Да, я видела, видела. Зажмите. И попробуйте еще раз сейчас нажать один раз по экрану. На три точки. Ну, она на три точки нажимается. Видно, это кнопка. Но кнопка не нажимается. А попробуйте пролистать, получается, вот эту панель, там, где у вас разрешить видео, включить субтитры. Попробуйте ее пролистать вверх-вниз. А, вверх-вниз. Ну, она убирается. Да, и потом демонстрация экрана еще раз нажать. Ну, она не листается, она у меня просто убирается, и все, пропадают. Надо опять три кнопки искать. Ага. А попробуйте нажать еще начать запись, к примеру. А ну, давайте. Сейчас, хорошо, давайте попробуем. Тоже ничего не... Нет, она не активна. Алло. Ничего не слушается. Да, ничего не включается. Не слушается. Слушайте, я уже, честно говоря, задолбался. Может, мы как-то на другой какой-то месседжер перейдем. Так, смотрите, давайте как сделаем. Вам сейчас Геннадий просто скажет, с кем вы будете работать, и потом уже в будущем решите, окей? Ну, давайте так. Может, я там домой попаду, может, я на компьютер тогда скайп когда-нибудь поставлю. Да, да. Может, так, да. Хорошо, да. Все, я же педаю Геннадию. Хорошо, Карина. Да. Алло. Да, да, Геннадий. Это не Геннадий, это Игорь. А, да, Игорь. Какой Геннадий? Ну, я потом обязательно запомню. Что, что говорите? Потом обязательно запомню, извините. Да, хорошо, окей. Так, смотрите, мне сообщили, кто сейчас из специалиста заботный, это Стрельцов Александрович. Ну, в двух словах этого специалиста, да, я с ним знаком. Он работает уже 6 лет на рынке, 3 из которых сопровождают трейдеров. То есть, смотрите, будьте в скайпе, будьте на связи, хорошо? Он человек с опытом, да, и в ближайшее время он с вами связывается, я думаю, там в течение 5 минут. Хорошо, да, 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 да. Я пойду, как раз чаю, заблодержим. Да. Пойдите, сделайте телефон, держите рядом возле себя, чтобы случить чего трубочку поменять. Хорошо, хорошо, да. И скажите, пожалуйста, вы решили момент демонстрации экрана? Нет. У меня, так у меня ничего не работает. У меня на чат запись не работает. Добавить людей не работает, демонстрация экрана не работает. У меня какой-то... Ну, мне кажется, это проблема со скайпом. У меня смски не присылал, но мне еще тут голову морочит. Я понял, вы где-то скайпом поссорили? Слушайте, нет, тут дело такое, я же физ лицу, меня не послушают. Вы можете, как вот ваша компания, вы же юродицу, вы можете подать в суд на компанию Microsoft? Что они так, как в Россию, так постоянно какую-то фигню поставляют, некачественную. То Windows влагает, то Skype теперь влагает. Мне кажется, пора заняться этим вопросом. Я тоже об этом думаю, потому что вот эти вот авторские приколы тоже уже в печени. Но пока что рекламент компании никто не меняет, не собираются менять. Вы 20 минут потерял за этого скайпа. Технические отделы. Еще вопрос не решен. Так, а у вас нету никакой программы? А может тогда действительно, если что, по AnyDesk'у у вас? Я говорю, я смотрю эти моменты уже индивидуально. Смотрите, ваш специалист по AnyDesk'у звонить умеет? По AnyDesk'у, то есть, умеют. Умеют звонить по телефону, AnyDesk'у умеют пользоваться. А по AnyDesk'у не звонят, нет? У вас AnyDesk'у нет. Ну, если надо будет, если Skype не работает, я AnyDesk'у установлю. А, ну, скачайте, тогда уже AnyDesk. Смотрите, приложений-то много, да, если такая ситуация. Я вашему специалисту передам, что у вас не работает демонстрация экрана. Вот, я думаю, вы уже в индивидуальном порядке. Да, да, да. Пусть берет... Включение вам будет проще использовать. То есть, для того, чтобы вам было максимально комфортно. Пусть берет методичку по AnyDesk'у и все, приходит мы сейчас... Да, ну, слушайте, методичка по AnyDesk'у, там что, два слова, введите код названия этого. Не, ну, там же какие-то есть настройки, там что-то надо настраивать, там все не настроено, надо настроить. Ну, если он все знает, то мне еще лучше. Скачали, нажали, демонстрация экрана работает. Ну, да. Это если уже контролить нужно другие телефоны, компьютеры и так далее, то тогда нужно настраивать. А так, в общем и целом, ничего не нужно. Так, хорошо, тогда не тратим время, да, за приложение для демонстрации экрана уже договоритесь с специалистом персонально. Вот, и он в течение, там, нескольких минут вас наберет уже... Да, пусть он отдувается, а что, в конце концов, вам париться за это, да. Нему работать, пусть вспахивает. Да, да. Да, договорились, все, тогда ожидайте. Хорошо, хорошо, да, да. Стрельцов Максим Александрович, он вас прям в скайп наберет. Да, да, хорошо, Максим Александрович, хорошо, хорошо. Да, жду, жду, да, до свидания. Да, добрый день, это кто? Да, да, это Максим Александрович, что предупреждали, что наберу? Да, это Геннадий, Геннадий Дмитриевич. Все, Геннадий, приятно познакомиться. Да, спасибо, взаимно, Максим. А? Отлично, отлично, говорю. Пообщались с моим менеджером, правильно? С двумя даже. Ничего себе, прекрасно. Вот как поняли формат работы, как поняли, чем сами будем заниматься, ну и чем для вас буду болеть как специалист? Ну, я, собственно говоря, уже и без вас занимаюсь так более-менее, но только меня что-то хотят перетащить на Форекс. Зачем? Вот и меня вопрос, зачем? Не надо, да? Мне что-то тоже кажется, что не надо. Если я работал спокойно... Рынок Форекс, знаете, если мы говорим о торговле, здесь нужно использовать постоянную диверсификацию, распределять финансы по разным направлениям, дабы избегать резок и просадок. Средский это не мой конек, скажем так. Я инвестирую по классическим инвестициям. Рынок Форекс я затрагиваю частично. Тогда, вот правильно вы говорите, вот правильно. Давайте тогда вот этому Игорю Князеву трубку, вот так и скажите, что ни я не хочу, мол, специалист Стрельцова Максим с Форексом работать, ни клиент не горит. Чего они мне тогда тачат в этот Форекс? Руки меня поотрывали, таскали. Причем тут Форекс, Геннадий? Причем тут Форекс? Мы с вами будем работать по всех направлениях абсолютно. Я буду этим человеком, который поможет вам выйти на доход хотя бы 20% в месяц. Это тот минимум, который я показывал уже 4 года. Так не по Форексу, я работаю уже в Тинькофф Инвестиции, все нормально. Отлично, Тинькофф Инвестиции прекрасный брокер, прекрасный брокер. Но есть большие проблемы, большие комиссии, да и в целом, знаете, если у вас не спадутся квал-инвесторы, очень сложно здесь, знаете, разобраться. Вот в чем дело. У вас есть на русской лекции на унивесторы? Ну пока разбираюсь, пока мне хватает там акций. Ну вот, если у вас маленький палаш, на акции российского рынка работает совсем стилиснообразно, даже если будет американский рынок, неважно. Меня пока все устраивает. Нет, не подожди, как ты что говоришь, специалист, а потом будете оставлять свои основы, хорошо? Ну это так, надо еще обсудить этот вопрос. Я что тут, специалист будет только говорить, а я буду только молчать. Ну давайте, говорите тогда, раз уж вызвались. И вы много давайте, без проблем. То есть я отвечу на любую вашу вопрос. Давайте, я послушаю, что вы скажете. Что? Вы скажите, а вопросы потом появятся. Без проблем, Геннадий, вот вы инвестируете в деньков инвестиции. Выкладываете только в российские акции, это европейские рынок, американские. Что это больше? И европейские я не очень люблю, американские люблю и китайские. Да, отлично. Кстати, неплохо, неплохо. Знаете, здесь я вам хлопаю стоя, потому что действительно китайский рынок, что российский, что американский, это сильно те рынки, на которых вам можно зарабатывать и нужно. Но я так понимаю, вы больше развиваете с долгим сроки, правильно? Средние сроки, долгий срок, да, всякий срок. Ну, видите, здесь же проблема в том, что если вы занимаетесь долгим сроком, то нужны большие инвестиции. Если мы берем трейдинг, средний срок, там финансы уже нужны поменьше. И тогда вам можно разобраться даже с минимальной сумм проповой. Это не инвестиции какие-то венчурные и так далее, это совсем другой уровень. Не знаю, неестественно, чтобы зарабатывать даже на европейском брокере, на любом, да. Вот я в последние полтора года только на сексотрейд, на датский брокере, если знаете, вот там пороговые входы 10 тысяч долларов. Да, только попробовать, решить, да, 10 тысяч долларов. Нужно инвестировать никак иначе, да. С этих сумм можно входить даже в рынок нефти. Думаю, знаете, торговодишь за фьючерсами доступно. Ну, у меня пока, я на сырьевом рынке не очень, на срочном не очень. Пока вот ETF я могу брать. Конечно, не очень, потому что вы не видели просто, вы не профессионал, да, а вам нормально, в целом правильно говорите, да. Если мы берем садовского лифицированного инвестора, где, наоборот, финансово должно быть у 30 миллионов, и обязательно экономическое образование, здесь совсем по-другому строится весь бизнес. Он по-другому смотрится, вот в чем дело. Так что, Геннадий, в этом и дело. Что у вас действительно есть проблема в осознании, возможно, но я вас в этом, знаете, вопросе подкину, не переживайте. Если у вас было больше понимания, как здесь инвестировать, куда... Не, ну меня пока все устраивает, я пока не вижу для себя проблем. Это хорошо, что вас устраивает прекрасно, но для себя нужно использовать диверсификацию счета, чтобы вы, соответственно, могли как-то сопоставить, да, российский брокер и европейский брокер. Это будет для вас позитивно, ну и, конечно же, ну, для меня, как говорили, специалисты. Хотя я не сильно говорю желание с вами работать, если у вас есть интереса. Если у вас будет хороший интерес накопить, хотя бы зарабатывать там полмиллиона-миллиону месяцев, тогда нам по пути с вами. Если меньше, вы сами понимаете... Не, ну я не вытащу на полмиллиона, тогда сразу давайте отключаться. Я максимум в месяц я смогу инвестировать, докладывать хотя бы только тысяч 60, не больше, тогда давайте сразу прощаться. Потому что я на ваши запросы не потяну. Сумма небольшая, да, сумма небольшая, 60 тысяч рублей, это в целом тысяча долларов, грубо говоря. Знаете, для вак и для новичка сумма нормальная, возьмем так. Но если в дальнейшем мы будем развиваться здесь. Поэтому если у вас 500, то тогда все, и давайте мне другого, менее маститого какого-то компаньона. Геннадий, если вы будете ерничать, так, ну, соответственно, сами никто не будет ни инвестировать, ничего подскажет, так далее. Я вам рассказываю, что я не буду делать этот бизнес. Переживете, Геннадий? Да. Вы, конечно, переживете, конечно, переживете. Я не сомневаюсь, что вы будете переживать, это каждый божий день и так далее. Я вам говорю об альтернативе и лучшей альтернативе. Потому что я работал и во Франции я работал, и в Германии я работаю, и в России сейчас. Мне, знаете, есть чего сопоставить, да? Вы же, к сожалению, этого опыта не имеете. Я вам подсказываю, как лучше делать. Потому что если вы будете вот так вести себя, ерничать, ставить себя выше другого человека, это, знаете, не добавляет к вам доверия и для моего партнера. Не добавляет абсолютно. Что-то подсказывает мне, что вы не единственный специалист на всем белом шаре. Поэтому если вы мне будете с самого начала рассказывать о том, что вы не горите со мной, желанием со мной работать, я, мол, это сильно заинтересован, вы чуть ли не одолжение мне делаете, то это не добавит доверия к вам. Я не слышу. Геннадий, я не слышу, что вы очень заинтересованы. Вы не слушаете, перебиваете, это все некорректно. Я сам и связался, потому что меня попросил менеджер поработать со мной. Я полгода не набирал партнеров, и тут я... Мне кажется, я не ваш клиент. Мне кажется, вы ничей клиент. Вот так, мне кажется. Я тоже начинаю вообще подозревать, что мне... Вот как выбрал, я сам работаю. Вот так и надо работать. Правильно, правильно. Но вы будете заработать очень мало. 5-10%, в лучшем случае 15% просто, если будете сами инвестировать. Ну для вас же эта трагедия не будет? Не будет для вас трагедия, не? Или будет? Трагедия будет, да. Спрашиваю, сколько занимаетесь инвестициями уже? Я? Два месяца. Всего два месяца, и вы мне говорите о том, переживу и так далее. Если бы вы инвестировали хотя бы 5 лет, или хотя бы как я 9 лет, тогда вы уже немножко себя вели иначе, да? А 9 лет это тоже немного. 9 лет это в этом только... Даже кризис 2008 года не застали. Вы еще тоже зеленый. Не, ничего не умеете. Вы еще тоже зеленый, 9 лет это так, во второй класс перешли. А строите из себя какого-то великого Баффета. Геннадий, если вы будете так общаться, будете в черном списке везде, я вам гарантирую это. Да как вы меня добавите везде? Никак? Лучше с вами, наверное, обращаться, Геннадий. Связь плохая, я не хочу портить себе настроение. Оно у меня отлично, поэтому давайте. Жму вашу руку. Удачи вам, до свидания, счастья, здоровья. До здоровья вашей семье. Давайте. Так, этот слился. Сейчас будет звонить другой и рассказывать, как я обидел великого эксперта. Алло, Тарас, вы рассказываете. Чего? Кому что рассказываете? Рассказывайте. Рассказывайте, Тарас, говорю. Ну, вы же, наверное, проходили регистрацию для того, чтобы перед нашими специалистами блестным умствам, да, показать, наверное, какой вы крутой инвестор. Сразу 200 миллионов готовы инвестировать. И для вас такое недоверие просто потому, что вам номер высвечится как спам. Я правильно? Я правильно говорю, Тарас? А что это у вас за такое поносное слово-испражнение? Вы можете как-то по деловому вести разговор? Да нет, обычный вопрос, Тарас. Вы просто пользуетесь автоопределителями, я так понимаю, да, и он вам показывает этот номер как спам. Верно? Тарас? Хорошее, конечно, предположение, но нет. Нет, а откуда тогда такой негатив с вашей стороны к нашим специалистам и такое недоверие? Это, я так понимаю, просто ранее где-то на машинников в интернете попадались, и не совсем хочется, скажем, так наступить на одни и те же грабли, верно? Вы представьтесь, что за компания. А вы много где регистрацию проходили? Ну, несколько компаний. Да, радостно. Несколько. А, вы в нескольких компаниях проходили? Я непосредственно Владислав, старший финансовый специалист, непосредственно Тиньковский, вы проходили у нас опрос. Ну, так я с Тиньковым сейчас как раз... А где вы еще проходили регистрацию? Тесла, Газпром, Газруси. Вот три компании еще. Но с Тиньковым я уже начал работать. У вас что, не видно, что ли, что у меня появился счет? Давайте я вам данные счета скажу. Ну, так вы в приложении, вы в приложении же торгуете, правильно? Ну. С копейками, скажем так, палочки. А мы вам непосредственно предлагаем гораздо выгоднее условие. Условие заработка на международной бирже. Мы это кто? Я думаю, здесь надо понимать. Мы анальтический филе, непосредственно на АЛО. Да, да, да. Это Газпром инвестиции звонит. У меня так и сердце может стать. Да, это малая потеря будет. Ну, повесите нас на секундочку, подождите. Ну, не знаю, для кого как. Знаете. Так вот. Все, висим, висим. Мы предоставляем анальтическим центром, который работает по словам бартера с Тинькофф инвестиций. Да, то есть мы предоставляем им информацию, на которую они зарабатывают взамен. За это они предоставляют услуги рекламы на веб-путборте. Вот, собственно, и таким образом мы с ними работаем. Вы думаете, информацию, вот приложение, да, ну, откуда она у них берется? Она берется с анальтического центра, который непосредственно этим занимается. И мы вам эту информацию предоставляем. И как специалисты, поверьте, ну, зар, вы так вводите, копы инвестиций, так в приложении, он гораздо, гораздо менее вам принесет прибыли, чем зар, так на международном рынке. Я думаю, вы это прекрасно тоже поднимаете, в связи с последними санкциями, которые копнулись с нашей страны. Пока еще я ничего не понимаю. Пока еще я слышу голос из трубки, которые себя беззастенчиво хвалят. И все. А там как оно на самом деле, вот я... Подождите, если я знаю, как это работает, если я... Ну, мало ли, что вы знаете. Главное, что я пока еще ничего не знаю. Я же не обязан вам верить на слово. Я же для этого, естественно, я понимаю вас, так я же для этого вам и звоню, чтобы вы задали все интересующие вас вопросы. Вас что-то останавливает, какие-то ваши сомнения определенные, потому что, ну, вы общались с нашими специалистами, и ни к чему конкретно вы не пришли. И вот... Почему не пришел? Пришел. Ну, вы прошли, наверное, к мнению, что вам звонят какие-то мошенники, и хотят вас обмануть на какие-то деньги. Правильно? Ну, не знаю, как насчет мошенников, но ваши специалисты, конечно, имели бледный вид и холодные ноги. Вообще некомпетентны, ничего не понимают. Ничего мне общаться с людьми, которые называются специалистами, и ничего не понимают. Я понял. А как вы давно в этой сфере? Ну, относительно недавно. Ну, уже покруче ваших специалистов. Ну, покруче, не покруче, это, конечно, можем поспорить, но скажите, вы имеете какое-то образование вообще финансовое? Ну, экономики, как минимум. Финансовое, нет, не имею. А что? А кто вы по специалистам? А какая разница? По диплом. Ну, просто, знаете, мы в компании не набираем, кого попало. Здесь работают люди, которые имеют определенное финансовое образование, и которые грамотны в этом вопросе. И вы просто себя сейчас представляете в таком случае, да, говорите, что вы вот такой опытный человек. Я знаю больше, чем ваши специалисты. Но, послушайте, если бы вы были действительно опытным человеком, мы бы с вами сейчас бы не разговаривали, а хотя бы, может быть, где-то виделись на сфере инвесторов, да, в Москве. А, может быть, ну, я даже просто не могу представить, какой это человек, который нормально зарабатывает эту сферу самостоятельно, он проходит регистрацию на дополнительный заработок. Ну, а что вы так глупить это, ну? Я же вам не сказал, что я зарабатываю на инвестициях. Чего вы взяли? Ну, во-первых, я пока еще не знаю, действительно ли вы из Тиньков инвестиций или нет. Чем вы мне подтвердите, что вы из Тиньков инвестиций? Я же вам сказал, что я не Тиньков инвестиций, мы являемся аналитическим центром, который предоставляет услуги. Хорошо. Чем вы подтвердите, что вы являетесь сотрудником такого аналитического центра? А вы опрос где проходили? На каком-то левом сайте, на котором каждый может там на коленке состряпать за полминуты. А почему вы тогда так не сделаете, Тарас? Зачем? Я говорю, что каждый так положит на коленке сделать. Зачем мне это делать? Вы знаете, какую стоимость обходит данная реклама компании в Тиньков? Да, я думаю, что не очень дорого. А вы это исходя из каких умозаключений делаете? Ну, просто вы айтишник, вы по образованию специалисты, Тарас, или... Ну, смотрите, реклама, состряпать какой-то сайт, сайте, и проплатить где-нибудь на новостных каналах рекламку такую, ну, это, не знаю, мне кажется, это недорого стоит. В каких новостных каналах? Ну, вы где ее размещали, вашу рекламку? Вы помните, или вы уже этого не помните? У нас много платформ, на которых мы размещаем данную рекламу. Ну, мы удаляемся от темы. Вы пытаетесь увести разговор от темы. Вот чем вы мне подтвердите то, что вы являетесь действительно сотрудником аналитического отдела или аналитического центра? Да, банально тем, что мы вместе с вами заработаем на вашей сделке, поймите, ну... Да я не буду с вами приступать работать, прежде чем вы мне не подтвердите то, что вы являетесь сотрудником аналитического центра. Вы, пожалуйста, здравый взрослый человек, но вы мне скажите, вот, если... Ну, просто, я думал, вы со мной согласитесь, что от того, что я вам что-то покажу или расскажу, в любом случае у вас уверенности или доверия не появится. так а вам зачем об этом рассуждать прибыли не будет пока вы мне не докажете что вы из тиньков инвестиций прибыли никакой мне с вами не будет а какие у вас есть способы подтвердить свое членство как не я как это не как это не я именно что я буду вам условия ставить вы не получите ни копейки моих денег пока я не буду уверен в том что вы тиньков инвестиция пока что вы ведете себя ну как дурак начали разговор как дурак продолжайте разговор как дурак перебиваете меня пытаетесь пропитать нет почему я на специалистах ваших зарабатывая контент делаю ночью таких людей которые еще не имеют опыта и не могут отличить мошенников от нормально компания учу на примере вот таких разговоров ну прежде всего прежде всего я смотрю на то как сотрудник который со мной общается ведет диалог вот вы мало того что не сотрудник нормальной компании так вы еще и не умный вы начинаете диалог в такой провокационной форме что просто человек не заинтересованы дальше в контенте как 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 я просто уже послал бы вас куда подальше и бросил бы трубку но я пока вас терплю дальше масса способов проверить насколько компания легитимна видите вы вы не вы не выдерживаете вам надо обязательно меня перебить отсутствие воспитания но все-таки не может не выглядеть минусом с вашей стороны я думаю что вы мошенники я использую вот такой морали с волками жить по волчьи вы я вас буду перебивать я вас буду перебивать потому что я клиент у меня нету должностной инструкции вы должны быть вежливы если вы сотрудник вашего аналитического центра вы должны ты вы представляете компанию вы представляете ее или нет или вы ничего не при никого не представляет так все вы ведете себя как дурак тогда когда должны вести себя как ум ну и что я могу себе это позволить не ну вы представляете весь ваш вот это детский лепет выслушать до конца у кого-то терпения хватит опять какой-то бред начался просто заткнитесь и будете больше похоже на сотрудника если они будут себя так вести как вы ведете я к ним вообще даже свою машину не отдам ну вы то не сможете мне ничего поломать и скрутить вам придется либо терпеть либо обидеться и бросить мне точно не хуже потому что я четко знаю понимаю что вы мошеннические уроды это вам так хочется чтобы меня обманули да вы не сможете вы не сможете меня обмануть тогда четко расскажите в каком колл-центре вы сидите в днепре вы не сидите уже днепр обстреливая там да буду перебивать а что что мне мешает вас перебивать буду перебивать у меня нету никакого этикета в разговоре с мошенниками что его должен соблюдать вас выслушать до конца весь ваш бред это надо просто не знаю гороху наесться предварительно вы же важно не переговоришь вас словесный понос вы говорите вы наверно кайфуете от того как звучит ваш голос кто это будет вообще дослушивать до конца да и буду перебивать у меня нету проблем я перебиваю мошенника с чего вы взяли что я должен вас дослушать ребята на вас деньги зарабатывают на вас реально зарабатывают деньги ну вы вы скучно ватой конечно а другие повеселее бывают опять вы себя ведете как некультурный человек смотрите если бы вы меня выслушали обидитесь на меня да какой я бы намного больше вы мошенники хотите просто за скамить мои деньги вот и все меня нет никто а вас кто обидел опять бред нет конечно вы вообще не понимаете вы слова понимания и слова вы это не пересекающиеся понятия то есть вас перед глазами ваш крип где вы тут оскорбление увидели может вы просто не знаете значение некоторых слов если обижаться будете на все слова которые вы не знаете с вашим то словарным запасом но это может быть чревато будете ходить вечно обиженный ну так тогда в чем обида то мы же здесь не собрались на конкурсе честов чтобы помериться словарным запасом мы здесь собрались для того чтобы зарабатывать я вам объяснил каким образом мы с вами будем зарабатывать да не будем мы с вами зарабатывать раз мечтался я здесь вам предоставляю возможность заработка вы мошенники обыкновенные хотите украсть мои деньги ничего не предоставляете если вы хотите просто просто напросто потратить мое время спустую когда другой человек который к нам обратился он бы смог бы уже за это время начать зарабатывать ой какой бред какой бред вы несете аналитический отдел Тинькофф давайте так вы мне сейчас перезвоните с телефона поддержки Тинькофф какая горячка у Тинькоффа а почему я вам звоню с телефона поддержки Тинькофф ваш телефон он действительно отмечается это автоопределителем как спам вы позвоните мне с официального номера Тинькофф инвестиции если вы работаете в TCS Group у вас может быть банковская поддержка у вас может быть брокерская поддержка позвоните мне с телефона брокерская поддержка так вы понимаете что я не сотрудник Тинькофф инвестиции я же вам это объяснил нет вы сказали нет нет вы врете вы сказали что вы сотрудник аналитического отдела Тинькофф инвестиции а вы меня внимательно слушали Тарас внимательнее чем вы этого заслуживаете да хорошо так наверное вы должны были услышать Тарас я являюсь сотрудником аналитического центра который работает по бартеру в Тинькофф инвестиции но мы им предоставляем ну хорошо как называется ваша компания Центр инвестиций ООО Центр инвестиций хорошо назовите мне ваш ИНН либо ОГРН вы зависать начали на этом ИНН ваш или ОГРН Пожалуйста ИНН записывайте да да семьдесят три семьдесят семь сто один сто один сорок сорок шестьсот тридцать два шестьсот тридцать два так по данным критериям поиска данных не найдено давайте сверим семьдесят семь а где вы ищете я знаю где искать семьдесят семь сто один четыреста шесть тридцать два этот повторите вы теперь а где вы ищете я знаю где искать повторите иначе что то и дело понимаете вы можете искать не на тех ресурсах которые представляют верную информацию база данных единственного единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮ она предоставляет абсолютно верные данные по ИНН и ОГРН повторите еще раз ИНН вашей компании возможно заработка наиболее за народной бирже я непосредственно задумался о том мы не платим налоги непосредственно нашему государству именно поэтому тогда вы мне не интересны вы мне диктуете ИНН понимаете вы глупы вы мне диктуете ИНН и при всем при этом говорите что вы не платите налоги ну так зачем вы мне диктуете какую-то профанацию вы определитесь либо вы диктуете ИНН либо вы не платите налоги Я вам прониктовал просто случайный ну так вы действуете как мошенник то что я вам и говорил нет нет почему если я непосредственно работаю на международном рынке не плачу налоги государству почему я действую как мошенник это вы действуете как мошенник потому что вы обликаетесь в курс мошенника А, людей обманываете с ваших зрителей, да, которых вы там ну, стримите, говорите, что вы там делаете да, без делок Очень бледно, бледненько, бледненько Поэтому с вами я не знаю, кто вас смотрит Пускай эти люди немножко задумаются, кого они смотрят и что за человека они смотрят Все? Сливаетесь? Сливаетесь уже, да? Уже готовите почву для того, чтобы слиться? Слабачок Да-да-да-да-да Вон отсюда Никто денег мошенникам не даст Пошел вон Думаете, до константа своих дней что вам звонят мошенники Но поймите, от этого ваша жизнь не поменяется Если вы, все-таки на счете Вы еще глуп Вы не можете выстроить Элементарный Алло Да, здравствуйте 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 Да Звоним касательно того, что вам когда-то звонили интересовались, занимаетесь ли вы инвестициями, правильно? Да, когда-то звонили И к чему вы пришли? Да ничего, так думаю, остался А, я вас понял Не захотели, да, начинать инвестировать, правильно понимаю? Нет, там какой-то долгий разговор, но вы не напомните, когда это было? Скажу вам, напомню, в июне 24-го числа Вот-вот-вот, там чего-то куда-то кто-то что-то обещал, мы что-то беседовали Потом возникли вопросы А ответов на эти вопросы не возникло Ну, как-то так А вы мне из компании звоните? Да И с хорошей? Ну, смотря, что вы считаете хорошей компанией Я бы сказал, так с прибыльной А вы какая компания? TSK Investing TSK? Да Я такой не слышал Новые на рынке как-то А? Можете посмотреть Это новые, новые, новые на рынке Новые на рынке? Да Ну как, относительно, с 2020 года Ну, вряд ли вы слышали, я более чем уверен Да нет То есть как-то Нет, нет, нет Как у вас вообще дела, как настроение? Да отлично дела, настроение отлично Все у меня хорошо Да Я вас понял Ну, вообще, тогда смотрите Если захотите когда-то инвестировать Наберете Да я обязательно буду инвестировать Только вот пока Надо вернуться к этому вопросу И выбрать брокер Вы указывали там полторы тысячи долларов Хотели начать инвестировать Начните со 100 долларов Попробуйте, пощупайте Зачем сразу какие-то суммы? Хорошо, я понял, да, спасибо Спасибо, спасибо Ну это мой вам совет Потому что как бы Хорошо Попробуйте, пощупайте Вдруг там как бы Не ваше Знаете, бывает и такое Вложитесь в мойку И будете зарабатывать Я как бы, поверьте, уже не первый день и год работаю Поэтому Как бы опыт есть Знаю, что бывает Что просто Ну не ваше Да, да, спасибо Спасибо Очень дельный совет Такой вот Дельный совет Не убухивать все деньги Сразу туда Ну а зачем? Ну давайте так Вы же взрослый человек, Станислав Ну Давайте простой пример Это то же самое Что все свое состояние Потратить на девушку Которую вы увидите Пятый день Точно так же Риски большие, огромные То есть надо на девушку потратить сначала 100 долларов Потом присмотреться А вдруг она не ваша, да? Да Ну как бы так же Точно так же, видите Ну Как только Как бы такой прямой пример Я привык просто людям объяснять, понимаете Чем проще вы объясняете Тем понятнее Как только вы присмотрели к девушке И решили, что она ваша Ну мы сейчас про инвестиции Давайте вот вы присмотрели к сфере В которой вы хотите заниматься Поняли, что это ваши И Полетели туда И начали работать Зарабатывать начали Все хорошо Все хорошо себя ощущаете Зарабатываете, работаете Поднимаетесь Не только финансово Но и в себе, в душе А как я посмотрю Что мне вот Получается зарабатывать мое Не получается не мое Ну я так понимаю А вот Именно в этом направлении Именно в этом направлении Понимаете Опять же Я могу сказать так Честно Человек Он создан Для чего-то Всегда Есть направление В котором он будет много Зарабатывать А есть направление В котором он не будет Много зарабатывать И Вы же знаете Через ошибок Через которые проходит человек Потом он находит свой путь И естественно Зарабатывает То есть Всегда каждый вовремя Это действительно факт Такой Которым я Всегда придерживаюсь Ну естественно Я всегда тоже Как бы Вы же сами понимаете Что у меня есть коммерческий интерес Я всегда придерживаюсь того, чтобы человек со мной попробовал поработать. Прибыль-то я ему принесу вопрос, понравится ли ему сам процесс, понимаете? Получит ли он от него удовольствие? Понятненько. Ну а в чем еще можно зарабатывать, если не в инвестициях? Смотрите, вся жизнь это инвестиции. Ну, я вам честно скажу. Вся жизнь это действительно инвестиции. Просто, допустим, в нашей структуре, в нашем направлении, допустим, вы хотите проинвестировать какие-то ценные бумаги, в акции, облигации и так далее. Но не ваше, потому что вы там учились, к вам был представлен наставник, который вас обучал, показывал, демонстрировал, но вам не нравится. Либо долго ждать, либо недолго. Есть дальше такое, знаете, направление, которое более такое неспокойное, криптовалюта. Интересный очень рынок без привязки к валюте, да, то есть к фиату он не привязанный в принципе. Ну, если мы не берем определенный вид криптовалют, допустим, как USDT, которая, в принципе, держится на одном уровне с долларом, но это немножко не в сторону мы пошли. Ну, допустим, к примеру, биткоин, да, всякое может произойти, понимаете, с этой криптовалютой. Так вот, просто, как вам, как пример. Если мы будем идти дальше, да, то там дальше рынки, которые открыты на весь мир, то там уже намного интереснее, но нужны еще больше капиталовложения. Допустим, это я вам говорю про рынок, да, драгоценных вот это вот металлов, да, допустим, каких-то ресурсов, понимаете. То есть, а если мы берем рынок, допустим, фиатных валют, да, допустим, или Forex, да, по-простому, он называется Forex, да, то, естественно, это самое простое, с чего желательно начать, да, чтобы человек познал, как бы, как это все выглядит, на разнице цен начинал зарабатывать. В принципе, разговаривать об этом можно вечно, понимаете. Ну, наверное, наверное, вы правы, или правы. Ну, как хотите. Знаете, я, клиент всегда прав, поэтому, как вы скажете, так и будет. Да, понятно. А вы в Европавловске даже видите? Так бы мне еще и рынки слушались. Я только зашел на рынок. О, все, клиент появился, клиент всегда прав. Что там нам? Да, послушайте, ну, опять же, уже видите, как бы, все зависит от того, как вы умеете общаться, понимаете, коммуникабельность, да, как бы, это все должно присутствовать. Вот, допустим, вы подходите на тот же рынок, каждому человеку нужно подобрать свой подход. Если вы видите перед собой продавца фруктов, да, и видите его, как бы, психологический портрет, то вы к нему подбираете правильные направления, правильное предложение, правильные ответы, да, правильную речь к нему подбираете. И уже исходя из этого, вы в свою сторону преподносите человека, да, и делаете разные, так вам сказать, так бы, движения в его сторону, чтобы он пошел к вам на уступки. Ну, я вообще сейчас о финансовом рынке, не о фруктовом. А, вы на финансовом рынке имеете? Ну, да. Ну, на финансовом рынке, конечно, конечно. Финансовый рынок тут все немножко по-другому устроено, понимаете? Кто создал, тот и на коне. Кто создал? Я думаю, что кто создал, тех уже на том свете с фонарями не ищут. Они уже давно там. Ну, вы, я имею в виду, допустим, компанию создают, правильно, промояр простой, да, Apple создали. Да, она до сих пор функционирует, и люди получают с нее прибыль, да, то есть и они управляют рынком, понимаете? Точно так же, как и криптовалюта, изначально управлял биткоин, да, потом появился эфириум и так далее, да, разные начали дополняться, да, добавляться, и начались уже разные направления, разные криптовалюты. Но вы же точно так же посмотрите, очень много криптовалют стабильных, очень много криптовалют нестабильных. Вам нравится криптовалюта Солана? Что-что? Вам нравится криптовалюта Солана? А при чем тут Солана? Ну, просто. Вот я присматриваюсь, мне что-то рекомендовали, покупайте Солану, покупайте Солану. Ну, вот вы тут подвернулись мне под руку, да, я у вас и поинтересовался больше особо не у кого. Ну, смотрите, у нее постоянно резкие скачки и резкие падения, то есть, как бы она как может подняться, так и может упасть. Ну, в среднем, в среднем держится, да. Ну, то есть, как вам более интересней. А какая крипта вам нравится? Какой вы тяготеете? В какой вы видите будущее? А, BNB. Слышали про такую? Нет. Что-что? Нет, 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 нет. Это от бинанса криптовалюта. А, ну, вы думаете, разовьется бинанса, разовьется BNB. Ну, вы спросили, какая мне нравится, я вот вам и ответил. У них была, как вам так сказать правильно, жесткая просадка, но, тем не менее, она хорошо держится. То есть, как бы, она все растет и растет, понимаете? То есть, как бы она в пределах 280 долларов, она и держится. То есть, не падает, не поднимается, то есть, нормально, да. То есть, допустим, если мы берем криптовалюту, в которой очень огромное капиталовложение, то же самое Биткоин, да, или Эфириум, да, мы берем, то, конечно, да, опасненько. Ну, понятно. Ну, смотрите, опять же, тот, кто знает, тот, кто следит, то есть, это то, чему мы, как бы, и обучаем. Человек, который хочет заниматься, да, брокерсом, трейдингом, не имеет значения, чем именно в сфере фондовых рынков, он должен разбираться и понимать, и видеть, заранее предугадывать, предсказывать, понимаете? Точно так же фьючерсы, знаете, что это, правильно? Так, в общих чертах, да. Ну, вот, вы же должны тоже прекрасно понимать, что вы должны следить за всеми новостями, да, за всеми происходящими в мире какими-то продвижениями, движениями и так далее. Ну, в общем, вы понимаете, да, в общем, это все за новостями, да, потому что, как ни крути, у нас все привязано к политике. Ну, действительно, все привязано к политике. Если так говорят, что там криптовалюта не привязана к политике, Ну, послушайте, давайте будем честны с вами, да, ни для кого не секрет, все видели на свои глаза, да, что происходило с биткоином. Ну, все же видели, правильно? Ну, биткоин, да. Как я вам рассказывал, рассказывал. Ну, тот же Apple, он же не привязан к политике, у него чисто свои экономические... Что, Apple не привязан к политике? Ну, да, а где, как он засветился в политике? Почему не привязан? Я сейчас вам простой пример приведу, да. Они сократили экспорт, как бы, да, своих товаров в нашу страну, ну, то есть в России. Понимаете, да? Ну, вот сократили, и что? Они должны были упасть, да? Смотрите, это до релиза нового айфона. Не понимаете? Это до релиза новой продукции. Что до релиза? Упали, не упали, поднялись? Что до релиза? Не понял. Они и так падают. То есть, как вы понимаете, я вам говорю за то, что они поднимаются перед релизом нового айфона. Нет, это я понимаю, но политика-то где? Релиз нового айфона, это же не политика. Это цикличность выпуска продукции. И там, собственно, ну, не всегда они падали перед, после, вернее, фу, не всегда они поднимались после релиза. В прошлый раз, по-моему, там 13-й ждали. Все, вау, покупайте, Apple будет 13-й и подрастет на 20%. 13-й вышел, Apple хрюкнул и ничего никуда расти не стало. Смотрите, опять же, перед выходом, естественно, цикличность происходит такая, что акции всегда поднимаются вверх, да? А потом, после выхода, они либо еще выше поднимаются, держатся, либо падают. Но смотрите, что может произойти сейчас, поскольку Apple сократила экспорт на территорию Российской Федерации своей продукции. То есть, вы сами прекрасно понимаете, что прибыли они получат намного меньше, точно так же, как у них есть дистрибьюторы, понимаете? Они тоже прибыли получат меньше. То есть, естественно, от этого зависит прибыль компании, а акции зависят от непосредственно прибыли компании. Ничего меньше они не получат, они серым путем завозят эти айфоны, и как продавались, так и продаются. Может быть, чуть-чуть меньше. Так что, все-таки, может, поработаем со мной, как вы считаете? Да, пока что-то не очень интересно. Не интересно вам со мной поработать? Ну да. А почему же? Я не знаю. Знаете, как бы в споре рождается истина, а мы бы с вами неплохо подошли. В споре рождается фингал, как правило. Истина, она родилась до спорящих. Ну, смотрите, смотрите. Как бы я финансовый аналитик, я не трейдер. Но, как бы все-таки считаю, что у вас хорошее светлое будущее в этом направлении. Вот жаль, что вы не предсказательный и не гадалка. Вижу, вижу казенный дом, вижу будущее, оно светло, товарищи. Как вот Остап Бендер Васюковцем рассказывал. Ну, вы же понимаете, все зависит от того, как вы себя правильно поведете. Понимаете? Понимаете, у вас сейчас произошла какая-то небольшая самореклама. Почему? Конечно. Потому что, коль скоро вы связываете успехи мои, как клиента, с аналитиками, с вашей компанией, аналитиками, то, говоря о моем светлом будущем, вы тем самым говорите, логический переход идет на то, что наши аналитики смогут заработать. Смогут для себя, не для себя, а для вас. А ваши аналитики зарабатывают? Вот вы, кроме крипты, я в крипте ничего не понимаю. Вы еще где-то зарабатываете лично? Я? Ну, конечно же, как же это? Это же сапожник без шапог, знаете, такого же не бывает. Ну, хорошо. Поэтому, конечно, я зарабатываю. Смотрите, почему я сказал, что у вас светлощее будущее? Потому что для этого вам и нужны мы и я, то есть такие компании, которые предоставляют аналитику, потому что мы вас обучим, направим, и вы будете приходить в плюс постоянно. То есть вы не будете уходить в минус, у вас не будет просадок. Вы увидите этот мир с другой стороны, понимаете? Мир инвестиций, мир фондовых рынков. Он вам откроется совсем с другой стороны, понимаете? То есть, как бы, когда они видят заход в Солнце, другие видят Восток, то вы будете видеть только восхождение Солнца, понимаете? Почему вот все видят заходы Востока, а я буду видеть все вместе? То есть, на что вы намекаете? Что именно Уолл-стрит танцует под дудочку ваших аналитиков или что? Везде, какие-то, какие-то траблы. Слушайте, очень давно в этой сфере, понимаете, мы прошли такой ряд ошибок, вы даже представляете. Сколько? Что? У нас минимально, минимально, это 10 лет стаж аналитика, которая находится у нас в компании. 10 лет? Много? Это даже вот при строгом режиме с конфискацией и то не очень много. А на рынке 10 лет это практически ни о чем. Да? Ну, конечно. Вот Кэти Вуд, сколько на рынке? Смотрите, все зависит от того, как грамотно вы распоряжаетесь временем. Помните, я вам говорил перед этим, что все всегда вовремя, да? Ну, я не совсем понял вашу мысль, как-то попытайтесь сформулировать по-другому. Все всегда вовремя. Смотрите, для того, чтобы сделать доход, работает целый штаб людей, да? Для людей, которые без опыта, да? Которые предоставляют сопровождение, аналитику и выводят вас в прибыль. Это все опытные люди. У меня, я понимаю, о чем вы говорите. Они буквально вылезли из утробы матери уже одновременно с фьючерсом. Они вскармливались не молоком матери, они вскармливались книжками о Баффете. Я все понимаю, о чем вы говорите. Но только рынок сейчас устроен так, что деньги, приходящие к вам, они забираются у кого-то другого, как правило. То есть нету такого вливания в рынок. Не производят все компании совокупного продукта на какую-то добавочную стоимость, бешеную. И именно поэтому весь рынок дорожает. Нет, рынок не весь дорожает. Кто-то дорожает, кто-то падает. Деньги от одних товарищей перетекают к другим. Вот так, в принципе, работает биржа. Поэтому, если зарабатываете, значит, что-то проигрывает. Значит, по сути, вы отнимаете деньги у тех, кто менее поворотлив. Так вы все-таки торгующий, правильно? Торгуете? Нет, я читаю. И вот, сколько скоро я поражен был, летит тут по полной программе та же Кэти Вуд. То, ну, о чем говорить, если генеральный директор, Арк Инвест, со всеми своими этими фьючерсными делами, он недавно не успел продать Coinbase, как Coinbase взлетела на 40%. Такое ощущение, что они сидели, один кричит, все, Вудс продала, давай, братва. Как с нее угорали, и как вообще терпит, какие бедствия терпит ее фонд. Уже смотрят на нее и делают все наоборот. Вот что там, купила Кэти Вудс, все, значит, продаем. Что там она продала, все, она начинала покупать. И это ни много ни мало, она зарабатывала, она зарабатывала десятки, сотни миллиардов. А тут летит. Смотрите, а вот скажите, на чем вы торгуете? Я сказал, что я не торгую. Понимаете? Но я слышу, что вы читаете. Давайте откровенно. На чем читаю? На ноутбуке. Нет, слушайте, ну вы ранее занимались. Чем занималась раньше? На палатке, на рынке, все. Ну торговал пирожками на том же рынке. Ну хватит, Юрий Ильич, давайте нормально пообщаемся. Да, чем вам мой стиль общения ненормальный? Почему? Ну я вот сейчас вроде ни разу не матернулся, никого не обозвал. Давайте нормально пообщаемся. А я что, ненормально общаюсь, что ли? Нет, просто давайте ближе к делу перейдем. Ребята, смотрите. Вот если вы хотите как-то кого-то расположить к сотрудничеству, ну это контрпродуктивно. Говорить о том, что рисовать вот такую дорогу, перспективу уходящую вдаль, где не будет ни одного притыкания, ни одного того. Лохи поведутся, но они как поведутся, так быстро и у вас и разочаруются. Смотрите, при чем же тут это? Вы понимаете, что у нас очень большой опыт. То есть вы как бы представляли себе когда-нибудь, как это все устроено, да? То есть происходит огромный объем сделок. Естественно, какие-то сделки будут неуспешными. Но больший объем сделок будут успешными, которые перекрывают минус на плюс. Понимаете? Ребята, ну мне серьезно сейчас надо будет с вами спорить о том, что десятилетние трейдеры – это совсем не то, чем можно покорять тот же Уолл-стрит. Что на Уолл-стрит десятилетних трейдеров используют их в качестве зубочисток. Мне действительно надо будет это вам доказывать. Слушайте, вот чего вы хотите? Да ничего, позвонили-то вы. Ничего не хочу. Позвонил-то я. Но вот у вас есть какое-то представление, да, вы же когда-то интересовались. Я более чем уверен, что вы действительно занимаетесь, да, вот торгуете, как бы. Хочу действительно с вами пообщаться, вот как бы, да. Я вот опытный человек. Мне кажется, что вы тоже опытный человек, и хочу с вами обменяться немножко опытом. Вот вы говорите про расположение людей, правильно? Я вам скажу так, я на большом опыте, конечно, ну, это действительно, правда, это так и есть. Дело же не в расположении людей, вы понимаете? Дело в том, что люди видят это с другой стороны. То есть социум, да, СМИ, они продемонстрировали всем, что это опасно, финансовый рынок и так далее. Да, это действительно опасно, когда у вас нет опыта и когда у вас нет поддержки. В этом как бы мы здесь находимся сейчас, даже как бы я с вами сейчас общаюсь. Потому что я как тот человек, который предоставляет поддержку. Понимаете, я, возможно, вас удивлю. Возможно, даже мое сообщение выбьет вас из колеи и, в общем, сломает всю вашу парадигму радужную в отношении рынка. Но опыт есть не у одних у вас. Конечно, конкуренция всегда была и будет. Вот именно. И кто из вас выйдет победителем из этого всего? Деньги, они же не растягиваются. Это же не Москва. То есть, если их в темном углу положишь и от них отвернешься, они так не размножаются. То есть, если вы заработали, значит, если у вас прибыло, значит, у кого-то убыло. Как бы, собственно говоря, и все. Ну, смотрите, конечно, так и есть. Но вы же понимаете, что люди сотрудничают с нами. Да. С нами. Они будут зарабатывать, а не терять. Я пока... Для меня это не очевидно. Ответите, в чем дело? Если вы хотите, чтобы я преисполнился уверенности в этом, покажите мне ваших президентов. Покажите мне, что вы смогли заработать и на чем. Вот можете назвать две последние ваши удачные сделки. Такие вау, такие ух, такие оух. Лично ваши. Но не криптовые. Связано с Казахстаном. И что? Казахтелеком. Казахтелеком? Да. А какую сделку вы сделали? Что сделали? Продажа. По какой цене вы продавали? Смотрите, по поводу цены это конфиденциально считается. Да нет, не считается это конфиденциально. Ну что вы совсем хотите разрушить атмосферу доверия, которая и так к нам никак не может прийти? Где вы продавали? Где торгуется Казахстелеком? На какой бирже вы продавали? Как это у вас получилось? В смысле на какой? На внутренней бирже торгуется Казахстелеком. А у вас есть выход на казахскую фондовую биржу? Конечно. Ну хорошо. Когда вы продавали? Да. Что-что-что? Ну когда продавали? Когда? Это было 10 августа. Среда. 10 августа. Среда. Ну хорошо. А откупали когда? Откупали 19-го. График сейчас перед вами? Нет. Ну зайду сейчас, ладно, зайду на инвестинг. Смотрю. КЗТК. Так. Казахстелеком. Вы с нормальными работали или с префами? С нормальными. С нормальными. Так. Значит вы... Без кредитных плеч. Без кредитных плеч. Значит сейчас сколько там брошу? На 15-ти минутку? Нет. На часовку брошу. Так. Значит вы покупали... Еще раз. 13-го вы продавали, да? Да. Значит 13-го он... Сейчас. Значит 13-го. У него как раз 12-го в 13-00 был провал с 27-900 до 25-сот. И тут вы продали. Продали вы его... Продали нападений. Ну правда... Не, ну график дело такое. 13-го? Десятого. Десятого. Десятого? Потому что вы сказали 13-го. Среда. Среда. Десятого, да? Да. Десятого. Десятого брали 27-500. А когда продавали? То есть он как раз стоил 27-500-2. Ну по графику. Ну дергался туда-сюда. А покупали когда? Я же вам ответил 19-го. Покупали 19-го. То есть продали... Продали по 27-500. А откупили обратно по 27-900. То есть вы в минусах... Даже не буду... Не совсем. Вот видите как бы... Как вы смотрите на рынок. Вы в минусах говорите, да? А есть такое понятие, как реинвестирование. Вы, наверное, тоже его слышали. Да при чем это реинвестирование? Вы продали по дешевле цене, а откупили поболее. Вы же посмотрите на график. Конечно. Продали по 27-500, откупили как раз... Я сделал у него такой пиптик, как бы он вышел на плюс. Да, мы заработали. Это... Не дай бог никому таких заработков. Ребята, вообще... КАС-телеком... График там он... Флетует. То есть у вас неудачный выбор актива и неудачный выбор времени. Сразу видно, что вы сочинили эту сделку только что из головы. Потому что называть... Вот такой пример делать, это удачная сделка. Если это у вас удачно, это представляю, какие у вас не очень удачные. Будем еще разговаривать? Конечно будем. Я же вам говорю, вы считаете... Какой вы упорный. Я вам объясню, что вы когда продаете на одном рынке, вы продаете одни акции, вы можете купить следующие, понимаете, да? То есть другие. Правильно? Подешевле ценя. Не понял. Ну вот, простой вам пример, да? Вы говорите, да? То есть есть такое выложение денежных средств, правильно? На одну из бирж, да? В которой вам принадлежат активы. Понимаете, да? То есть у вас есть портфель инвестиционный. Да, вы купили. Потом по выгодной цене для вас вы ее продали. Ну, что же вы так не делаете? Вам не нравится эта стратегия? Вы мне говорите, а когда вы их выкупали? Понимаете, да? То есть вы мне задаете, вот ваша ошибка же, да? Вот вы говорите, что в этом плохо, да? И все, конечно, ваша ошибка. Я же вам привел пример. Вы с датом обхадали. Значит, мы для чего-то же их продали, правильно? Ну, вообще... Наверное, купить что-то другое, правильно? Вообще, я, наверное, не сильно охвалился, когда я продал по дешевой цене. А потом мне пришлось шорт через 9 дней откупать по более высокой цене. Я ничего не вижу такого замечательного. Как раз не моя ошибка была, а ваша ошибка. Если бы сделали наоборот, продали бы по 27,9, а купили по 27, откупили по 27,5. Ну, копейки какие-то заработали, хотя тоже сделка так себе. Но у вас же случилось все наоборот. Дело в том, что я тоже вас, возможно, удивлю. Если вы сейчас совершенно проникновенным тоном, выдерживая всем хатовские паузы и всю стилистику от Станиславского, скажете мне какую-то мысль такую абсолютно, ну, ни к чему, то она не станет, не приобретет признаки гениальности. То есть я не буду за вами бездумно посмотреть, да, ну, раз так, что да. Я всегда буду смотреть на содержание того, что вы мне говорите. А содержание у вас сейчас не то, что страдает и хромает. Вы попали в просаг. Вы, как трейдер, практикующий, не то, что не торгуете сами по себе. Вы, может, там что-то на крипте торгуете. На фондовом рынке вы не то, что не торгуете, вы даже не следите, потому что, если бы вы следили, у вас были бы на слуху какие-то активы. Вау! Там актив такой, там, в прошлом неделе сделал столько-то. А вот жалко, я туда не влез. И тут я со своим вопросом. А вы бац такой, и открываете мне, рассказываете мне об этой сделке. Вы даже и не следите, они тоже не приходите. Ну так, в принципе. Вы прослушали курс сообщений на тему «Поставьте менеджера в тупик». Если вы действительно считаете, что вы меня поставили в тупик, то вы очень сильно ошибаетесь, понимаете? Если вы действительно считаете, что то, что вокруг вас не является тупиком, посмотрите еще раз. трейдинга, то тогда почему же вы интересовались, оставляли заявку? Это первый вопрос. Следующий вопрос. Вы со мной прообщались 30 минут. И третий вопрос, самый заключительный. Я уже вам сказал, что есть понятие конфиденциальность. То, что я вам сказал про казахселеком, я вам сказал, действительно, это сделка, которая у нас произошла, но мы заработали там. Если вы так сильно хотите показать... Ну, понимаете, каждому клиенту... Ну, понятно, ну, понятно. Неубедительны вы. Недоводы у вас так себе. Расскажите, вот вы совершаете фундаментальный технический анализ, вот сделаете его? Прежде, чем входить в позицию? Да. Скажите, на какие, по каким параметрам фундаментального анализа, на что вы опираетесь? На что вы смотрите? По фундаменту? Прежде всего. Я просто не могу понять, зачем вы задаете мне такие вопросы. Для того, чтобы, для того, чтобы, в общем, понять, какой у вас, как у трейдера, стиль торговли. Я же вам говорю, я не трейдер, я финансовый аналитик. Ну, финансовый аналитик, он еще даже круче, чем трейдер. Вы сказали, что вы торгуете. Вы торгуете. Да. Вот если вы торгуете, и вы сами сказали, что вы совершаете фундаментальный, проводите фундаментальный анализ. Вот я задаю вопрос, как вы его проводите? Это логично? Давайте вкратце. Первым вы смотрите на состояние рынка, потом на отрасль, потом на эмитент, и заканчиваете ценными бумагами. Это стандартная табличка, которую вы можете найти, где угодно. Фундаментальный анализ конкретного анализ конкретного эмитента проведите. Не рынок. Вы не можете провести фундаментальный анализ рынка. Такого нет понятия. У рынка нет понятия о фундаменте. Хорошо. Конкретный эмитент. Хорошо. Давайте так. Хорошо. Вы вообще, вот вы говорите, что вы очень много читаете, а я вам сейчас привел схему, которую, как бы это родоначальник фундаментального анализа. Вы знали об этом? Не перескакивайте. С чего вы? Нет. Вы назвали... С чего называется фундаментальный анализ? Вы назвали чушь. Вы читаете. Я сейчас вам сказал, назвал, перечислил. А это Грэм и Додд. Знаете, кто это? А вот. Вы, наверное, и не знаете, потому что... Фундаментальный анализ. На какие параметры фундаментального анализа вы, в отличие от того Гугла, который мы... Так, посмотрю, тоже не очень пользуетесь. На какие параметры фундамента вы смотрите? Каждый смотрит на что-то свое. Вы какие используете? Я смотрю на взлеты и падения акты. Но это же не фундамент. Ничего не нужно. Я смотрю на тенденцию роста и на тенденцию падения. Но это же тоже не фундамент. Это еще теханализы. Еще как-то там сбоку припеку имеет какое-то определение тренда и так далее. Фундамент. Знаете, как вот, когда Д'Артаньян дрался, я уже не помню с кем-то, но бумагу, сударь, бумагу, с каким-то гвардейцем кардинала. Я вас буду так препарировать. Фундамент, сударь, фундамент. На что вы смотрите? Я вам уже ответил на ваши вопросы. Ответьте еще на свой вопрос сами. Вот после того, как я здесь увидел ваш уровень, и он, ну, не сказать, что в зачаточном состоянии, мне кажется, что вообще в противозачаточном состоянии, стоит ли мне с вами сотрудничать? Слушайте, я вам отвечу еще одну умную вещь. Если бы вы действительно умели, знали, вряд ли бы вы оставляли заявки и в чем-то вы нуждались, правда же? У вас логика шикарная. Шикарная. С июня месяца за месяц изучили весь рынок. Странно. Рассказать вам? Не кажется? В чем прокол у вашей логики? У меня нет проколов. Ну, значит, тогда будете пребывать в иллюзии. Что ваша логика работает. Если вы считать, пытаетесь оправдаться, значит, я был прав. Все просто. Это же психология. Окей, мне же никак ничего оправдывалось. Легче нету, чем согласиться с вами. Да, окей, все хорошо. Но только вы ничему не научитесь. Конечно. Так же, как и вы. Ну, все, я не вижу вас, как трейдера. Я смотрю, что вы... А я не вижу вас, как клиента, потому что вас переобучать никто не будет. Мы разошлись, как море корабли. До свидания. Доброй ночи вам. Звоните, если что захотите. Алло. Алло. Да, Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Санццова. Там книжечку мне надо было скачать. Как подобрать брокера хорошего? Ну, на скачивание книжки. Ну, да. Смотрите, как подобрать хорошего брокера? Какие опасности? Там что-то стоит подбор нехорошего брокера. Чтобы получить... Наверное, намалевана книжка. такая толстенькая. И чтобы ее получить, надо, в общем, зарегистрироваться, указать почту. Я все указал. Зарегистрировался. Я понимаю, но я же должен прежде выбрать хорошего брокера. А как его выбирать? Рассказывает ваша книжка. Я позвоню, чтобы вам погодь разобраться. Смотрите, меня увезли. Нет, мне... Ну, вы же не можете рассказать книжку сразу. Нет, но мне сказали, что я вам не расскажу. Я объяснила, что в чем получается у своей работы компания. Нет, расскажите мне, как выбрать хорошего брокера. Подождите, ну, мне же брокера надо выбрать. Ну, хорошо. Компания является посредником для брокера. Посредником для брокера? А как выбрать хорошего брокера, чтобы он не кинул? Давайте будем разбираться, хорошо? Ну, давайте. Алло. Алло. Что-то... Что-то со связью. Я вас поняла. Хорошо, давайте так. Мы работаем в рамках закона, поэтому все в безопасности наша компания. Вы мне вообще уточните, сколько вам полных лет, ну и, собственно, вы гражданство какой страны. Мне 32 года. Я гражданин Российской Федерации. Ну, мы сейчас мы можем работать с вами на законодательском уровне. Сориентируйтесь меня вообще. Вы как готовы к инвестиции? Мальчик, это инвестиции? Не было, вот только хочу получить такой опыт. Пока еще не было. Ну, у меня знакомые, им получалось зарабатывать на этом. Я как-то вот... Не было? Не, получалось, получалось. Получалось? Да. Они достаточно неплохой заработок имели, они вкладывались там в облигации очень хорошие акции, покупали хороших компаний. Ну, и заработали на этом. Я вот так же хочу. Я вот поняла. Хорошо, тогда давайте разберем что стоит уже сфера и как он работает. Я не понимаю, что основной заработок вы по факту и... Что? Не понимаю. Что основной заработок по факту? Основной заработок вы имеете? В любом случае, вестицы рассматриваете дополнительный заход, правильно, для вас? Да, у меня есть свой заработок. Хорошо, вас что-то плоховато слышно. Плохо меня слышат? А сейчас лучше. Хорошо, смотрите, вы здесь, да, абсолютно от любой инвестиции Валентин получаете стабильный ежедневный заработок. То есть, вы зарабатываете за счет торговли, за счет спекуляции на финансовом рынке. Угу. Работает с активами, такими как валюты, такими как критер валюты, такими как акции различных компаний и с товарно-триевой сегмент рынка и драгоценных металлов. То есть, это, например, сырье, газ, мед, собственно, и драгоценные металлы, золоте, золото, серебро. Угу. Стоимость всех активов, она у нас зависит от событий, происходящих в мире. Угу. С учет новостей, которые выходят, даже, например, которые влияют на движение активов. Угу. Поэтому, ваша задача, это купить дешевле, когда это выгодно, и продать дороже, когда это выгодно. Угу. Ну и, собственно, так как вы без опыта, что есть, владеешь, вам в этом все разбираться тяжело, самостоятельно, это занимается не один час вашего времени в день, ну и, соответственно, не один год работы и опыта вы не в тюрьме. Поэтому вы получаете сопровождение аналитика, как раз таки, то есть, сопровождение человека, который будет вам помогать, который будет предоставлять вам торговые сигналы, при помощи которых вы сможете открыть сделку на покупку, гарантированно закрывающийся прибыль, а не заниматься самодействием, и тыкать пальцем в небо, что, собственно, невыгодно ни для вас, ни для аналитика. Ну, понятно. То есть, работаете? Да. То есть, аналитика, это человек, который будет вам говорить, на сегодняшний день вы можете открыть сделку, допустим, по нефти, заработать на данном активе. А, да, аналитик вам говорит, сделку закрыть, вы также закрываете тот его сопровождение. А сами что делают, только на кнопки нажимают? Это, это как коммунизм. Ничего не делаешь, и деньги получаешь. Не, ну, смотрите, а что же не коммунизм? Я прихожу, ничего не знаю, меня даже не требуют, чтобы я что-то знал. Я сижу просто, сколько вы там говорите, час в день, трачу, за меня все делает дядя, а, кстати, что этот дядя просит, за то, что он делает? Бесплатно мне это делает, или бы... 20% от прибыли? Да, 20% от прибыли, абсолютно верно. Ну вот, ну вот, сижу, почти ничем не занимаюсь, получаю прибыль, плачу всего лишь 20% от прибыли, ну и всю жизнь вот так вот пристроюсь, и так живу. Все же не коммунизм. Ну а аналитику, смысл какой? Меня вот так тащить всего за 20%? Ну потому что он зарабатывает 20% от прибыли, его интерес вывести вас на хороший уровень дохода? Так нет, ну вывести, вот понимаете, вот слова вывести вас на хороший уровень дохода, это очень большое благодеяние, это по сути аналитик мне дает источник для получения средств. Я, допустим, вот сколько ваши клиенты зарабатывают в месяц? Ну, если мы берем среднюю статистику, то как месяц зарабатывает зарабатывает 20% до 35% от прибыли в месяц? От 20% до 35%, давайте возьмем 25%. Вот я накопил, к примеру, 400 тысяч, или взял кредит, вот я взял кредит. каждый месяц с этого 400-тысячного кредита я буду получать 100 тысяч. При этом при всем я заплачу банку за этот кредит всего лишь, сколько там, допустим, 15% годовых, возьмем так, ну, вообще даже меньше, годовых. 15% я за весь год отдам банку 60 тысяч. А заработаю с этого кредита 100 тысяч, миллион 200. То есть, это, по сути, для меня начинается лафа. Я ничего не делаю. Лежу на диване, смотрю YouTube, а за меня вкалывает аналитик и, собственно говоря, мне вот такие деньги падают в карман. Ну, не коммунизм? Вы так рассказываете? Ой, страх какой! 10-15 минут времени несколько раз в неделю? Да я сдохну от перенапряжения. Я сейчас пойду расскажу о вашей компании всем дворникам. всем грузчикам, всем сотрудникам магазинов пятерочки, которые там напрягаются, вкалывают, грузят, разгружают, потеют, иногда воняют, поскольку потеют. Расскажу им, как замечательно, в общем, зарабатывать под началом вашего аналитика. Ну, хорошо, вы меня заинтересовали дальше. Или даже не расскажу никому, потому что, если много людей об этом знают, то лафа обычно заканчивается. Буду сам сиборитствовать. Так, а зачем? Сейчас любой банк выносит мозги. Возьмите у меня, оформите себе кредитную карту. На этих кредитных картах вот такие цифры, как 400, 500,000, вообще не редкость. Это почти каждому дают такой кредит. Там 10 миллионов могут не каждому дать. На 400,000-500,000 запросто дадут. И вот я же вам подсказал результат. 500,000 берем кредит, 400,000 берем кредит. Зарабатывает ваш аналитик самое меньше это 100,000 в месяц. Сидим, лежим дома, плюем в потолок. Что не так в моей схеме? Ну, это это как-то помешает мне плевать в потолок? Ну, так что тут вообще, тут, собственно говоря, было бы непростительной глупостью не превратить этот заработок в основной доход. Потому что я за год получу, по сути, чистыми, миллион 150,000. И если я их реинвестирую, у меня уже будет крутиться миллион, то каждые месяцы мне аналитик будет зарабатывать уже 250,000. Я тогда могу даже не то, что дома лежать на диване, я могу в казино где-нибудь арендовать диван, развалиться там, как собака. И, в общем, встряхивать пепел на проходящих мимо сотрудников. реинвестирование. Надо лицензия на реинвестирование? ха-ха-ха-ха-ха-ха. ха-ха-ха. 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 ха-ха. 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 Ну, какой максимальный размер депозита, который может обслуживать ваша команда? нет потолка, который в здравом моде работает. Вы такой не себе сами рассматривали для старта. Как мы можем рассматривать нет потолка? ну, какая у вас максимальная? Я же говорю, нет потолка. Нет потолка. Ну, отлично, я буду тогда, вот, хорошо, я буду, могу закинуть, допустим, теоретически, могу взять миллионный кредит. Вот, мне, о, мне Альфа-банк как раз набивается со своим миллион шестьсот кредита под двенадцать процентов. То есть, миллион шестьсот это каждый месяц аналитик мне будет по четыреста тысяч делать. Так пойдет? Ну, зачем мне понимать? Мне сказали, что мне по факту только нажимать на кнопки. Ну, так и есть, потому что у вас будет торговый просмотр. Ну, как на кнопки нажимать, я понимаю. Могу даже преподавать эту сложную дисциплину. Я выбираю по факту Валентина. Давайте так. Минимальная сумма вы можете начать работу из копили за доллар. То есть, порядка 9-10 рублей. Такое нам не надо. Я начну с большей суммы. Потому что тогда я больше заработаю. так. А зачем мне ее щупать? Я лежу и нажимаю на кнопки, не вставая с дивана. Что мне там щупать? Я ориентируюсь на ваш рассказ. Ну, какие опасности меня поджидают на этом страшном начальном этапе, мне надо их обязательно пощупать. А он может быть непрофессиональный, да? Он может страдать профессионализмом. вас то есть может быть некомпетент. Нет, если ее проверять надо компетентность, подразумевает, что человек может быть вообще ни разу некомпетентный. Да мне пофиг портфель. Мне зачем портфель рассматривать, если я только нажимаю на кнопки открыть-закрыть. Какой портфель? То, что мне даст аналитик, то и буду делать. нет, миллиона сейчас нет, это же кредит надо оформлять. Сейчас у меня 200 тысяч есть. Так, подождите, нам же надо подобрать хорошего брокера по вашей книжке. Давайте подберем. Книжка где? аналитика пусть предоставляет. Мне же надо брокера подобрать. Аналитик это аналитик. А брокер это брокер. Это разные звери. Брокер это обычно юролицо. Иногда очень редко бывает физлицом. то предоставляющее доступ физическому лицу то есть мне на торговую площадку на биржу которая по определению с физиками не работает. Физики по бирже не шляются и сами там биржевых воротил своими мелочами не отвлекают. За это отвечают брокеры. не так почему мне должен подбирать это я может быть в таком важном вопросе никому не могу доверить. Вы сказали у вас изначальная информация что брокер я должен подобрать сам руководству с вашими мудрыми идеями изложенными в книжке чего не ну вы переигрываете вы переиграли изменили условия изначально условие было такое мы вышлем вам книжку я подписывался под высылку книжки остальное это я уже пока думаю доверить такую сложную работу вашему департаменту или не доверить потому что есть такое понятие хочешь чтобы было хорошо сделай сам я проверил сейчас почтовый ящик книжки никакой там нет зачем вы тогда обещаете и не присылаете я готов сотрудничать с вашей компанией но предварительно я должен ваш аналитик он мне будет подсказывать как какие сделки открывать а уж где с помощью какого брокера открывать сделки это я уже буду решать сам я должен его выбрать да не будет он ничего подбирать я его сам брокера подберу по вашей книжке книжка не доступ доступ к платформам не тараторьте пожалуйста я скажу доступ к платформам он собственно говоря предоставляется запросто и без каких-то вопросов можете хотите работать с брокером тинькофф к примеру скачивайте бесплатно приложение тинькофф либо терминал тинькофф веб варианте используйте хотите работать с каким-то другим брокером смотрите на какой платформе он работает кто-то работает на квик кто-то работает у некоторых своя платформа есть интерактив брокерс у них своя платформа да и мало ли кто там еще нет я подбираю брокера я же узнаю в какого брокера мне подобрать вот я запутался в большом количестве брокеров и тут вы со своей книжкой мы поможем вам подобрать брокера мы опишем как подпад как вообще нормальная пацаны подбирают себе брокеров в книжке регистрируйтесь зарегистрировался вы тупо что зажали мне книжку не хотите мне ее давать как я буду сотрудничать без брокера нет мне подбирается дается книжка как подобрать брокера именно это было у вас написано ну чего вы девушка ну что вы так жаднее обещаете вы же обещали книжку так некрасиво пообещать ребенку конфету и не дать ее вам в детстве вот так родители над вами издевались думаю что нет такая вы поэтому такая хорошая и сладко голоса и выросли если вам обещали конфету вам ее давали а я чем провинился вас плохо слышно но если тогда вы меня обманываете уже на первоначальном этапе книгу обещаете не даете как я могу доверять вашим словам если вы уже здесь пытаетесь меня обмануть там ничего нет нет девушка даже не пытайтесь там информация написано однозначно скачать книгу да добрый вечер меня двери зовут я звоню касаемо вашей регистрации вы для себя ранее дополнительные источники дохода рассматривали верно ну да было дело я вижу так и не приступили верно да если вы видите так она и есть лень ну так меня расслабило я сейчас валяюсь вообще мне не хочется ничего делать не разговаривать нормально так то есть представляете там надо брать сидеть сделки сначала открыл а потом сделки закрыл упахаться можно правильно это сложно а вы чем занимаетесь вообще ну дело в том что я такой чиновник которому приносят взятки дают просто даже не напрягаюсь я так иногда сижу они мне говорят поставьте пожалуйста подпись я им открываю левой рукой ящик стола пакет я закрываю и все на на большее я не согласен да 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 не желаю на самом деле да вы правы открывать закрывать но это знаете это нажимать кнопочку кнопочку купить кнопочку продать ого это ничего себе я не спорю я понимаю да это 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 мозоль может на пальцы вырасти ну я думаю точно вырасти потому что вы на эту сферу будете уделять где-то минут 15 15 минут я думаю вы мне пришли предложить трудовую исправительно трудовую колонию 15 минут в день вкалывать уму непостижимо понятно а если серьезно почему отказываетесь ну для того что с кем захотел работать с тем я и сработался уже у вас какая то очередь ну конечно конечно то есть я вот недавно абсолютно в эту сферу вступил ваши ребята что-то там пытались мне объяснить непонятно чего так у них и не удалось я там по моему задал им какой то вопрос так они рванули от меня роняя жидкий кал и я посмотрел то так работаете да ну я закупился вот как раз сегодня под подкупил apple завел туда 40 чем-то тысяч 44 по моему сразу взял ну где-то до нового года ну нет нет я я только делаю первые шаги как-то так-то 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 самостоятельно нет ну это комбан 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 заговоришь уже компания такая на слуху там не надо быть сильно большим шаманом и ясновидящим чтобы понимать что если компания долгие годы росла то она хоть чуть-чуть до сюда подрастет apple инвесторы верят это да я думаю что иксы сделать на apple вряд ли получится но 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 какой-то процент я думаю будет тем более после вчера да или когда вчера была презентация да чуть-чуть пошел вверх то есть я думаю да ну как то так мы же вам предлагаем то есть смотрите работу с трейдером профессионалом ой а че предоставить готовые сделки уже будет да ну ну предоставит мне сделку уже не просто так если вы конечно не просто так ну а че интересно это 20 процентов от вашего числа начинается няня я пока и сам неплохо на кнопки нажимаю да ну смысл мне я сейчас я беру на долгосрок и не не собираюсь тут каждый день по 100 500 сделок открывать а тут я бы я беру те компании которые так на слуху вот чего я буду ему смотрите можно же торговать так же валютными парами то есть товары сырьевой сегмент есть он конечно подороже немного но все же криптовалюта да есть же не только акции компании ну это надо сидеть и вошкаться с этим очень долго я не хочу я взял себе у меня деньги появились то есть я я вложил это все ну то опять же говорю опять же мозолей эти появятся или мозоли каких там нет я вложился через какое-то время откупорю кубышку и посмотрим что будет а так сидеть каждый день пыхтеть он мне будет звонить от безбели отвлекать то есть то что это как бы очень сложная работа по сути ну если честно без шуток то есть что там все анализы правильно технически фономициально но вы то тут при чем вы же этим заниматься не будете так я без него придумаю что купить да ему еще 20 процентов отдай репа не треснет но не так что если вы сами придумаете что купить то вы выйдете на заход не ну ребята выйду запросто выйду потому что вот то что росло те могучие компании киты американского бизнеса они дальше будут расти вот сейчас я взял они на провале большом все уже падало ну упадут они чуть-чуть ну я подержу за полгода вырастут как миленькие так то на дивиденды там копеечные дивиденды какие дивиденды да не гарантирует не не гарантируете вы обещаете знаете разницу знаете разницу между гарантированием и обещанием смотрите если торговать грамотно то есть со всем принципом риск менеджмента и так далее да и тем более с профессионалом у которого опыта более 8 лет я думаю 25 процентов чистого дохода в месяц это не сложно поэтому мы это можем гарантировать не ну если вы берете 25 процентов дохода вот лично вы сами вы 20 или 25 вы сказали 25 25 это вы будете зарабатывать такой процент в месяц от любой суммы вашей инвестиции хорошо а вы сами зарабатываете сами вы зарабатываете 25 ну вы имеете я торгую тоже да конечно сколько сколько лет вы там торгуете 4 года ну хорошо вот смотрите вы 4 года пришли если я зарабатываю 25 в месяц потом по окончании месяца я выплачиваю 20 процентов от прибыли то у меня ровным счетом получается 20 20 процентов я зарабатываю в месяц значит сейчас секундочку если я буду каждый раз вот зарабатывать каждый месяц по 20 процентов то и не вынимать деньги а реинвестировать скажем так то через год у меня будет вложив одну тысячу долларов это немного через год я вытащу почти 9 тысяч долларов а потом через два года я вытащу 79 тысяч долларов через три года я вытащу 1 миллион 708 да 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 нам важно чтобы вы наоборот снимали свою сумму поймите то есть нам же нужно чтобы вы платили 20 процентов а как вы будете платить если вы их не будете снимать поэтому это не реинвестиции нет так я уже я уже нет я не ребят я уже учу вот тот факт что я снимаю определенную сумму то которое вам отдаю прибыль ну при нет я не прибыль снимаю я вот вам отдаю 20 процентов и у меня из 25 в месяц получается чисто ганом 20 в месяц потому что одну пятую от этой 25 процентов я отдал вам и вот я вычислил за четыре года у вас было бы если вы 1000 долларов вложили бы у вас было бы 6 миллионов 319 тысяч 749 долларов что вы там делаете сидя на телефоне в такой поздний час 8 часов вечера уже все по домам сидят по своим или по чужим домам да ладно контракт все закрывается забивайте крест на крест двери вашего колл-центра и текайте куда-нибудь на камбоджу чилить пить мохито в каком вы сидите я слышу что у вас на заднем фоне чирикают не ушедшие да я понимаю да 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 все уже все уже домой разбрели а вас как оставили догонять план почему вы решили что для вот таких умозаключений нужен плохой опыт у меня очень хороший опыт почему вы решили что у меня просто вот человек обладающий ворочающий миллионами даже одну тысячу привел а если в этом допустим взяли подсуете ли зале в этом какой-нибудь кредитик маленький сколько не понятно зачем почему только пять тысяч долларов почему да ну плохо вы сидите вы сидите рядом с мешком золото и не старайтесь от него почерпнуть почему вы не занимаетесь инвестициями если вот с одной тысячи долларов за четыре года миллион можно получить 6 миллионов почему зачем почему пускайте такой шанс вам не может быть это неинтересно вам неинтересно это только в одном случае если у вас там инвестиции экспертов по инвестициям нету и вы мне вешать на уши выходите на работу получаете свои несчастные пять тысяч долларов в месяц вместо того чтобы за четыре за это четыре года и сейчас я еще вообще за пять лет скажу за пять лет у вас было бы пятьдесят шесть миллионов долларов и вы пришли бы помахали ручкой всем тем кто вас там планами грузит отпустили бы пендаля охраннику который вас вам нет а 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